Дорогие друзья, давайте с вами посмотрим, чем нас кормят в Гарден Резорт Бергамот. Это у нас 4 звезды. Чем у нас кормят и как кормят в 4 звездах? Пойдем туда налево. Это у нас кондитерские изделия. Кондитерских изделий, в принципе, довольно-таки много. Есть разные на любой вкус традиционные. Пудинги. Вот это местные турецкие салатики. Пойдем, пойдем, Ванечка. Это обычно. Мам, вот там вот у Акошка, вон сумка моя. Вот, напротив. Помидорчики, огурчики, салаты. В общем, это все стандартно, как и везде. Соусы, солености. И супчик, сейчас посмотрим, какой здесь у нас есть супчик. Один какой-то молочный супчик, а другой куриный суп, Вань. Все как ты любишь. Сухариками. И сухарики там есть. Сухариками будешь? Там молочный такой не будешь. А этот, слава Богу, не пюре. Просто обычный бульон с курицей. Можно я не буду курицей есть? Курицу можно и не есть. Бери сухариков, сколько тебе надо. Ложку бери. Вот сухарики. Вот лежат сухарики. Да, бери ложку. Насыпай сухарики. Так, Ваня пока сухарики насыпает. Я покажу дальше, что здесь еще есть. Ну, в принципе, здесь вот эта вот линия салатов, это все понятно. Сейчас с вами посмотрим, что у нас здесь есть на горячей. Во всяком случае, пока что людей не настолько много. Так, а теперь непосредственно еда. Есть что-то какое-то куриное у нас здесь. Рулет. Здесь картошечка, рис. Вот это написано. Азу из индейки с грибами. Пробуем сейчас так. И там какое-то мясо сейчас посмотрим. О! Вот это у нас любимая еда Ивана. Есть наггетсы. Есть мои любимые лепешки. Макароны. И соус к макаронам. Ну, в принципе, голодным здесь никто не останется. Еда. Ее достаточно. Есть так. А здесь у нас овощи грим. И жарят курицу. Куриное соль. Так. Что-то здесь есть еще. Есть картошка в фольге. Можно сделать себе крошку-картошку. Есть вот такие вот трубочки с сыром. Горячее молоко. Чай. Кофе. Так. И что я еще не показала? Я еще не показала фрукты. Есть арбуз, сливы, яблоки и персики. Вот такой вот здесь ассортимент. Ну и, разумеется же, хлеб. Хлеб, лепешки. Барашек интересный. Не знаю, как правильно называется. В общем, детский стол вот такой вот небольшой. Но, тем не менее, он тоже здесь есть. Ну-ка, давайте посмотрим, что здесь для детей предлагают. Сосиски для детей. И курица на пару. Ну, вареная курица. В общем, в принципе, в принципе, по питанию я довольна. То, что мне нужно здесь все есть. А, вот это вот еще не показала я мясо. А, ну это тоже индейка. В общем, индейка и курица. Говядины я здесь не увидела. Но, в принципе, мне она и не нужна. Сейчас пойдем с вами все пробовать. Меня радует, что есть свободные места. Что не нужно стоять в очереди. Что такое? Хлебушка дать? Сейчас принесу. Пообедали. С вами, с мамой. Мама пошла отдыхать. Мама, может, я сейчас хочу, чтобы что-то было. Мы встретили подписчиков наших. Мы встретили не подписчиков, а зрителей наших. Ну, кстати, в Турции я довольно часто встречаю зрителей. Потому что очень много людей любят Турцию. Едут в Турцию. В общем, ну, а я иду решать проблему нашу насущную. Мою. Что у меня нет интернета. И мне нужно купить местную сим-карту. Потому что другого выхода я не вижу. Поэтому спросили здесь. Вроде бы Турцель где-то есть недалеко. Сказали минут 10 пешком идти. Вот мы с вами отправились на поиски. Потому что, конечно... Вы знаете как? Я думала, что... Я иду в водокон, пока мы ехали. Я думала, что мы будем в центре. И это очень неудобно, что можно и погулять, походить и посмотреть. И отель наш вроде бы даже на букинге лучше был в каком-то году. Где-то что-то нас? Но пока что называется душа не легла. Знаете, после таких отелей, как Рамада Аплаза, Сегинус, Авва Донна. Очень тяжело вот после пятерок вот в такие вот четверки попадать. Он может быть... Он может быть и неплохой, понимаете. Но для меня наличие интернета, это прям вообще существенно. И мне не хотелось в Аланье. В Аланье были достойные предложения. Но не хотелось далеко от аэропорта ехать. А получается, все равно в любом случае мы ехали 2 часа до нашего отеля с высадками в разных других отелях. В общем, накосячила в этот раз по полной программе. Вот сама всем рассказывала, что как надо. И сама же наступила на эти грабли. Повелась вот на этот рейтинг. В общем, не знаю. Может быть, конечно, мнение мое изменится об отеле. Но пока что, в общем-то, как-то не особо. Мы довольны им. Мне нравится. Ваня нравится. Чуть-чуть. Мне нравится. Существенно, чуть-чуть. Но мне не сильно не нравится что-то, что-то. Нет, я просто не представляю, на самом деле, без интернета. То есть, как бы я знаю, что я обещала, что люди ждут. И видео не смогут выходить в полном объеме. Но представьте, ночь целое видео грузилось. И загрузилось 6%. Это ни о чем. Я подошла к гест-релэйшн, которая решает вот эти вот все вопросы. Она что-то там сделала, подключила. И интернет за 4 часа, о боже, загрузил 18% видео. То есть, это очень-очень плохое качество интернета. Поэтому есть повод прогуляться по центру Кемера вместе с вами. Мам, извините, что есть один человек, ночь. И он сейчас уволил своей работы, но он создал игру, в которой на Камчужах второе место покупаемых игр. Молодец. Майкром. Так, а мы идем слушаем цикад и ищем Турсель. Кто спрашивал про интернет? Смотрите, есть такая сеть Vodafone. Тут 3 сети в Турции. Турсель, Vodafone и еще какая-то третья сеть. Турсель, Vodafone и... Vodafone International. International. Yes. В общем, смотрите. 20 гигабайт стоит 34 доллара. Турки есть стандарт пакет. Vodafone, Турсель, Туртелеком. А, Туртелеком. А, стандартная цена. В общем, 6 гигабайт. Вот вы видите, тариф, да? 26 долларов стоит. Вот кто спрашивал. То есть это симка с минутами. Видите, с смс-ками. То есть здесь написано, сколько чего и сколько стоит. Вот такая вот стоимость. И такая же цена в евро на 6 гигабайт и на 20 гигабайт. Дорогие друзья, по... Ну, вы знаете, наверное, да, что в Кемире, в принципе, в любых каких-то поселках Турции приезжают выездные базары. Базары, рынки. В общем, вот такой вот рыночек приезжает в Кемир в том числе. И по вторникам за нашим отелем Гарден Резорт Бергамот напротив Барута Кемира. Вот такие вот выездные рыночки. Если кому-то вот интересно, продукция чисто вот такая вот турецкая, китайская, то вы можете сюда прийти посмотреть, что сюда привозят. А привозят, как всегда, джинсы разные абсолютно. А Ваня хочет, как всегда, браслет все. Ну, пойдем посмотрим. Пойдем. Так, рынок в одну сторону ряды, в другую сторону ряды. Давай глянем. Здесь цепи какие-то. Ты хочешь... А, вот такой ты хочешь, что ли? Черный? Да? Вот, как черный. Это браслет черный или нет? Это часы? Часы риса. Нет, это браслет. Браслет сколько стоит? Браслет это, если не 15, то 10 долларов. 10 долларов. Нет, пойдем, по 5 поищем. Не, сейчас пойдем посмотрим. Ремешок 10 долларов, 600 рублей. Совсем что-то сумасшедшее. Так. В общем, здесь разные вот эти вот приправы все продают. Сладкие. Что, браслет? Не-не-не, мы сейчас посмотрим. Браслет уже за тобой бежит 5 долларов. Сперва назовут цену конскую 15. А потом готовы за доллар отдать. Так, рубашки. Мужские многочисленные. Ну вот они, рубашки многочисленные. Здравствуйте. Такие вот половички разные. Приправы на любой вкус. Кориандр. Здесь сувенирчики. Давай сувениры посмотрим, что здесь из сувениров есть. Игрушки детские. А, ну это по типу от сглаза все. Так, идем дальше. Аремнии. В большом ассортименте. Большой рынок, кстати. Выездной. Длинный довольно-таки. Вот здесь вот эти вот плачьицы все. Под плацан сделаны. Да, Иван? Полотенчики. Это с собой кто если берет там на сувениры, на какие-то или еще что-то. Духи поддельные. Продаете. Самое главное, как рекламировать. Белье женское в ассортименте. Здесь, вы знаете, все без цен. Ой, Ваня, а мы здесь можем на территорию, может, к нам пройти. Все без цен. Если вот видите цену, надо делить на два. Здесь, кстати, тапочки продают, как у нас. Мы покупали. Спортивные. Разные вещи. Каких только никаких. Только-только браслетов, Ваня, твоих нет. Какие ты хочешь. Тапочки вот такие вот. Скидка, скидка. Слушайте, ну сегодня, вот сейчас, наверное, градусов 40. Ходить довольно-таки жалко. Так, ужин, 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 ужин. Посмотрим, что же у нас здесь есть на ужин. Так, ну, салаты это все стандартно. Все салаты в наличии есть. Готовые такие и такие. Сегодня здесь еще что-то такое интересное. До ума турецкие сладости. Здесь у нас тоже сегодня пахлава. Может быть, сегодня какой-то турецкий день. Потому что все-все сладости турецкие. Дыня на ужин. Сливы, кстати, вкусные. Здесь тушеная фасоль с мясом. Рыбка, рис. Фрикадельки с картошечкой. И что-то жарят. Прямо сегодня усиленно на ужин. Рыбку, да, жарят? Будь рыба? Да, да, жарят. Так. Знаете, что-то такое? С грецким орехом что-то. Тибех написано. Пирог с брынзой. И вот это турецкие манты. Турецкие манты. И все прям так, это... Антураж такой симпатичный. Так, вот здесь что-то еще есть. Здесь лепешки, наверное, скорее всего. Сейчас нужно определиться, что Ваня будет. Если это какой-то по-убич. А здесь у нас голубцы, макароны и лепешки. Ну, вот такой вот у меня сегодня на ужин выбор. Взяла попробовать до уму. Помидорчики здесь очень вкусные с перцем. И редиска в перце тоже обалденно вкусная. Плюс баклажаны тушеные. Я их тоже очень люблю. Ну и мои любимые лепешки. И курица тушеная. Или индейка тушеная, что я так и не поняла. По вкусу я их не различаю с грибами и с овощами. А мама по рыбе. А это форель, да? Да. Ну я что, даже не поняла, какая рыба жарит. Или этот какой? Перец. Перец. А Ваня поел немножко риса. А теперь будет неправильную еду. Побежал за соком. Ну что я хочу сказать. Что вот сейчас, в принципе, как бы начало ужина. Но столы еще свободные пока что есть. Люди есть. Но-то у кучки вот так вот за едой вроде бы нет. Еды хватает. То есть завтрак был, конечно, скромный, да? А вот так вот, в принципе, обед и ужин нормальный. Но на обед не было мяса. Рикадельки чуть-чуть острые. Ничего страшного. Нет, не было говядины, я имею в виду. Мяса была. Индейка, курица была. Кетчуп. Я не знаю, где кетчуп. А вон там, иди, посмотри. Вон там. Я удивляюсь. Сижу. Ваня у нас в пятерках. Нигде ничего не ел. Нигде невозможно было впихнуть вообще ничего. А здесь наворачивает эти фрикадельки. Им понравились очень. И рис. Очень вкусно здесь готовят. Ну, хотя в Турции везде рис вкусно готовят. В общем, наворачивает за обе щеки уже третью порцию. А я диву даю, сижу. Потому что дома его вообще невозможно на фрикадельке говорить. Слушай, а тут добавки просят. Что случилось? Да? Приятного аппетита. В общем, наелись отлично. И на улице здесь можно посеять. Но на улице, ну, жарковато. Я говорю, нужно садиться на улице, чтобы меньше съесть. Потому что я не знаю, у меня, видимо, в последнее время движения было мало. Не лишние килограммы. Они прям бегом бегут ко мне. Я просто, я просто сейчас съем, не знаю, сколько порций, но уже съем столько риса и столько котлеток. Ваня сейчас не загорел. Мы идем сейчас прогуляться. Пойдем сейчас до Микроса дойдем. Или до Карфура, не знаю. Посмотрим. Я хочу шампунь купить. Специально с собой шампунь не брала, потому что знаю, что здесь продается, хороший, и нет смысла. Конечно, искупаемся, Ванюс. Я завтра буду прыгать в вортиках. Здесь есть очень хвалят релакс-парк какой-то, но туда не пускают с детьми. Вот как-нибудь мама, бабушка у нас останется с Ваней. А я пойду схожу, посмотрю. Вот здесь вечерняя шопу, наверное, проходит от аниматоров. Маленькая горка. Еще одна горка для деток помещения. Она закрыта. Закрыта. А, она, знаешь, Вань, это раньше в шарики можно было съехать. Вон, видишь, шарики? Да нет, она в 16.00 закрывается. А, в 16.00 закрывается? Ну, потом можешь съездить в шарики. Потом качельки здесь, видите, есть. Мам, это для детей качели. Мама хотела воспользоваться качельками. По всей территории растут вот эти... Мама, может быть, это бергамоты? А бергамоты, это вот как раз-таки цитрусовый род какой-то. Может быть, это и есть бергамоты, а не апельсины? Нет, это апельсины. Ты уверена? Конечно. По всей территории здесь вот такие вот деревья. И то, что территория зеленая, мне это, конечно, очень-очень нравится. Ну, и я хочу сказать, что с ужина мы ушли, в принципе. Сытые, довольные, да, нет каких-то изысков. Покачаете? Покачаете? Ну, просто, мне кажется, немного все-таки летом цены завышены на эти отели. То есть, я говорю еще раз, что в том году мы за 200 тысяч Вау-Вадони, я понимаю, да, то есть это уровень отдыхали. А в этом году за те же самые деньги, но в Бергамоте. С такими красивыми деревьями. Здесь мы с мамой гранатовое дерево нашли. Вон, видите, граната уже там поспевает. Ну, вот территория тебе нравится отеля? Ну, нравится, а как же? Территория мне нравится тем, что она небольшая, уютная и зеленая. Вот это мне очень нравится. Горы красивые. Ну, горы-то это я вообще молчу. Поэтому я кемер. Понимаете, а в Алании было дешевле пятерку взять. Можно было хорошую взять пятерку в Алании за эти деньги. Но в Алании нет гор. И ехать дальше. Я подумала, что кемер, конечно же, все-таки он меня больше пленит и за гор, и сосен. Здесь уникальный климат. Поэтому выбрали кемер. Но пятерки в кемере стоили заоблачно. Там 300-350 тысяч. Я не готова за отдых, за три вот еще деревья, отдать такие огромные деньги. Но все-таки за 14 дней 300 тысяч. Мне как-то жалко. А воды бутылированные не выдают. Здесь номер ставят, не знаю, завтра поставят или нет. Но на территории есть вот эти вот колеры, есть стаканчики. И можно налить себе воды. А вот это вот вечерняя анимация в 21.30. Сегодня какие-то танцы будут. А это реклама клуба, который здесь неподалеку будет. 31 июля. Тимоти приедет сюда. Так, господа, вышли вечером. Мы на вечернюю прогулку. 8 часов вечера у нас. Цикады поют. Они сегодня... Слушай, они с ней целый день, кстати. Трещат вот так вот. Ну а мы идем сейчас, пойдем прогуляемся до Микросин. В общем, до какого-нибудь магазина, сетевого. Какой будет ближайший. Не брали с собой шампунь. Ничего с собой не брали. В общем, из этого... Потому что оно здесь стоит недорого. Все можно купить на месте. Заодно с вами посмотрим на цены. Курс сейчас лиры хороший. Одна лира 11 рублей. Мы когда с Оксаной были, была 13 рублей. Сейчас 11 рублей. Поэтому вообще замечательно все. Это, наверное, на ту дорогу? Не-не-не, нам направо. Зачем нам на ту дорогу вы хотите перейти? Здесь какие-то мусорные баки, смотрите. Стоят. Прямо рядом с отелем. А напротив шикарный отель. Напротив нашего отеля. Тут два хороших. Барут. Он дорогой. И оранж кантри. У меня... Или как он там, правильно? Не кантри, а каутри, по-моему. Меня спрашивали, почему мы... Пятерку не взяли. Потому что по 300-350 тысяч они стоили. А это сколько тут стоит? Ну, я не знаю, Ваня, надо смотреть. Да, ну, Барут, он вообще один из. Кемер Барут. И вот она вот эта вот оживленная улица. Потому что это Кемер. Есть, куда выйти погулять за ворота. Вот мы вышли и пошли на прогулку. А это самое главное. На отдыхе, когда ты не сидишь в запертии в отеле... Воня, весь красный. Пятнами причем. Где очки были, там белые пятна. И сейчас очень-очень высокая влажность на улице. Все мокрые идут. Не настолько жарко, насколько влажно. Так, ладно, сейчас дойдем до какого-нибудь магазинчика. Я вам его покажу. Может быть, у ЦК сейчас какой-нибудь брачный период, что они так трещат? И они, по-моему, и ночью же мы вчера шли трещали. Они не спят, получается? Вот, в общем, начиная от нашего отеля. И прямо, нет, спасибо. Одни сплошные... Ну, вот, одна сплошная торговая улица идет. И чего здесь только нет. Все на свете. Все вот эти вот винирчики, тапочки. И здесь все-таки у нас камушки, кемер. Поэтому вот эти тапочки. И те, кто не могут ходить по камням, могут себе приобрести, облегчить себе жизнь. Масса чемоданов, обуви. Ну, мы-то идем уже в сетевой магазин. Обмен валюты сейчас проходим мимо. В общем, рубли, не пойму, 67, 167. Доллары 5,1, евро 5,8. Вот мы подошли к самому скоплению большому народу. Потому что здесь вот находится Вайкики. Рядом с Бергамотом у нас тоже находится Вайкики. Здесь находится Мегрос, Фло, такие сетевые магазины. И Корфур вот здесь вот с этой стороны. Или Корфур, правильно, не знаю. Французский, на французский манер. Это сетевые магазины продуктовые. Фло, это обувной магазин. Стой, Вань. Аккуратно. Здесь машины. Никто никого не пропускает. А это мечеть. Смотрите, как она красиво смотрится. Вся в освещении в таком. На фоне гор. Это, в общем, мое. Мечеть, как все там, что-то горит. Ну, подсветка там. Там подсветка. А вот он магазин. Я его все время неправильно читаю. Корфур, вроде как. Могу опять неправильно соврать. Сюда, пойдем, да. Посмотрим здесь шампунчик сейчас. Такую мелочевочку. Посмотрим, что сколько стоит. Людей много. Запах неприятный встречает. Вот 7 лир чай. То есть, ну, 70 рублей. Что, Ванюся, ты хочешь? А вот она, эта фирма Далиф. Вань, возьми штучку. Какую ты хочешь там штучку? Да нет, он киндерпиндер. Зачем он тебе киндерпиндер? Ты у меня ж на диете, Вань. Где диете? Я на диете. Здесь и рыба вот у нас, смотрите. И рыбой пахнет при входе. Кстати, крупненькую я хотела посмотреть, есть или нет. Все заглянуть. Нет. Арбуз я не поняла. Вот это, наверное, к абрикосам относится цена. А арбуз 1 лира фактически. 0,95. 1 лира дешевого арбуза. Рожжем. Пойдем прямо. Прямо. Очень много молочки. Раки. Живые. Мух очень много. Пойдем, пойдем прямо. Почему ты отстанавливаешься? В том году мы были так, а мама в хозяйственный отдел. Ты зашел в хозяйственный или нет? Хозяйственный вон туда, прямо. Прямо. Здесь масло огромными бутылками продается. 13 лир. 130. Чуть больше, чем 130. У нас дома с тобой валяется этот мармелад. Ты его не ешь. Здесь. Здесь, Вань. Здесь в номере валяется. Так, подожди. Вон там шампуни. Покажу. Здесь понавален. Носки. Тапки вот эти вот. Коралки. Так, а мы сейчас посмотрим здесь. Ух ты. А шампунчиков-то этих долив здесь и нет, что ли, получается? Ну, у нас уже утро следующего дня. Посмотрите, какая красота вокруг и как я люблю это время. Уже люди завтракают. Пол восьмого утра уже люди завтракают. Управляются на море, а мы только-только встаем. Вид, конечно, здесь просто изумительный. На горы. На вот эти вот цитрусовые шикарные деревья. В общем, на этом этот влог заканчивается. Всем добра, удачи, позитива. И сразу же начинается новый влог. Вот с этого прекрасного момента. Пока-пока. Увидимся с вами вновь.